Ну, у нас вот, как и обещали, во-первых, очень красивая, умная, сдержанная, такая замечательная гостья. Представь, пожалуйста. У нас скоро, 22-го, да, пройдет спектакль «Шелкунчик», и у нас сейчас организатор Саниха Кайрат Хызы. Здравствуйте. Данного мероприятия, да, как мы понимаем? Да. Ну что ж, расскажите, мы знаем, что к нам приедет премия русского балета «Заслуженная артистка России», обладатель премии «Душа танца» Оксана Кардаш. Девушка, вот, девушка, я на вас смотрю, есть такая девушка, замечательная, так сказать, балерина. Да, так и скажем, девушка, обладательница премии «Золотой маска», дважды, если я не ошибаюсь, за лучшую женскую роль. И, ну, о ней поговорим чуть позже. Все-таки к нам пришли вы. Расскажите, что нас ждет? Ну, Оксана Кардаш – это та балерина, которая просто любима нашими зрителями, да, на самом деле. Она изящна, она грациозна, о ней можно говорить очень много и бесконечно. Тут понятно, на премию «Золотой маска», если номинирована два раза, конечно. Да. На самом деле, когда она первый раз к нам летала, мы думали, ну, балерина, как балерина. Но когда она на сцене себя показала, ну, прям, у нас зрители стоя аплодировали на «Жизелье», вот, она себя настолько красиво показала, и вот она прилетает к нам на «Щелкунчик». Она играет роль Маши, юной девочки, которая спасает свою куклу, влюбляется в нее. И вообще сюжет «Щелкунчика» очень интересный, сказочный. И просто именно во время просмотра этого спектакля окунаешься во всю вот эту вот рождественскую ночь, то есть понимаешь, что скоро уже Новый год, и все, как бы вот эти эмоции, не описать словами. То есть балерина просто прекрасная. И артист балета тоже очень хороший. Также мы знаем, что Оксана Кардаш получила в 2018 году благодарность мэра Москвы за вклад в развитие искусства и культуры. Оксана Кардаш танцевала весь классический и современный репертуар театра Станиславского и Немуровича Данченко. Ну не будем скромничать, что раз хвалить, так хвалить будем прополнить. Да, да, абсолютно. Потому что это, конечно, уникальная возможность сходить, увидеть своими глазами. Да, а как организатору у меня к вам вопрос. Вот спектакль, вот вы уже как организатор уже давно работаете, до этого тоже уже приходили к нам, мы с вами уже более так ознакомлены. И хотелось бы спросить, вот билеты как быстро разбирают или вам приходится так через каких-то знакомых? Если честно, прям стараться для билетов, чтобы они прошли, нет. Такого нет. Они сами по себе проходят. И у нас зрители, я вот в прошлый раз говорила, очень полюбили балет. И начали привыкать к тому, чтобы духовную пищу употреблять, да, как бы, и... Просто приходят. Ну, есть у вас также постоянный зритель, который знает, следит. А она к нам уже до этого приходила, тоже выступала у нас, или это у нее первый визит? Нет, она прилетала к нам на «Жизель». Она сыграла просто невероятно у нас зрители, прям стоя аплодировали ей. У нас, наверное, такое было впервые, что настолько зрителям она понравилась, что прям никто не сидел, все стоя аплодировали, и аплодировали очень долго. Вот в «Жизеле» есть сцена, когда она играет момент, когда ей больно, когда ей тяжело, то, что вот он ее бросил, всякое такое, и она играет сцену, как сказать, немного психованную. То есть она... Это все показывается без слов же. Это тяжело, самое тяжелое, что эмоционально. Да, и это актерское мастерство просто нереальное. Как бы дух захватывает, честно. Мы видим, что вы очень впечатлены. И, честно говоря, когда разговариваешь с людьми, которые, увидев такое, ты действительно веришь, начинаешь, эта энергетика берет, захватывает. Кстати, дорогие друзья, у нас есть для вас небольшой сюрприз. Говорим о прекрасных балеринах, с нами такая прекрасная, очаровательная девушка. И для начала скажу наш номер студии 0774-7295-92. 0775-74-09-90. Видите, я теряюсь, теряюсь. Будем разыгрывать билет на этот прекрасный балет, где девушка Маша влюбляется, спасая сначала свою игрушку. Он-то является прекрасным принцем, она об этом не знает. Он убивает или спасает мышинного короля. Такая теплая, по-своему и детская, может быть, сказать. Но и что-то такое, и взрослый человек, видя это, что-то находит для себя какие-то ответы. Поэтому напишите нам еще небольшую информацию о, наверное, нашей балерине. Мы посмотрим, выберем самую лучшую и, наверное, дадим билет, если вы не против. Да, ну, конечно, я не против. Спасибо большое. Что можете добавить, допустим, кроме «Шелкунчика» этого спектакля, будут ли еще вскоре какие-то, ну, как анонс можете еще сказать? 28 и 29 декабря будет спектакль, тоже будет «Шелкунчик», но уже артисты будут с Большого театра. Ну, в этом театре, в этом спектакле, где будет, мы говорим, только Оксана Кардаша, Оксана Кардаша, это, конечно, мы видим все ее заслуги, но там будут и наши ребята помогать, надо это тоже подчеркнуть. Наш оркестр будет играть, живой звук, поэтому, мне, конечно, уникально, повторюсь, уникальная возможность посетить театр оперы-балета. Кто-то ходит в кино, только что говорили, ходите в кино, ходите в кино, ну, а здесь есть такая прекрасная возможность увидеть человека вживую, и это связь. Да, также еще у вас есть возможность просто забрать один билет, просто напишите больше информации, что вы знаете, и просто так можете сходить. Да, потому что о ней очень много говорят в России, ну, учитывайте заслуги. Может, вы с ней уже сталкивались, может, вы как знакомы, может, у вас есть там местная какая-то фотка, вы можете это все отправлять на WhatsApp, и мы, конечно, посмотрим, покажем. Позавидуем, да, немножко. Позавидуем, действительно. И продолжаем. Говоря о заполнении зала, конечно, вот вы говорите, что наши зрители очень тепло так встретили нашу очаровательную гостью, аплодировали стоя. Было ли такое, что из-за нехватки билетов, может быть, люди стояли возле входа в театр и немножко так... Или даже смотрели стоя, да? Да, или стоя. Да, бывали такие моменты, но на «Жизеле» такого не было. Но, по-моему, на «Лебедином озере» один раз у нас было такое, что билеты все раскупились за три недели, и у нас еще просили билеты, и нам пришлось еще скамейки доставить. И люди еще потом в день спектакля приходили, и пришлось сделать стоячие места. И тогда был зал просто очень полный. Но зрители терпели, все равно стояли и смотрели. Да, стояли, смотрели. А «Лебединое озеро» у нас как бы длинное, там три акта идет. И выдержали, сидели, стояли, смотрели. До конца, да, смотрели, стояли. До конца, да. Это такие любители. После ремонта все-таки мы все знаем, что сделали такой прекрасный ремонт в театре «Балета». Мы очень рады, во-первых, что наше правительство уделяет внимание к культуре нашей страны. Стало ли больше посещаемости до ремонта и после? Да, стало больше посещаемости, потому что в театре тепло. В театре очень красиво, уютно, все изменили. То есть и на сцене световая гамма играет, прям так красиво все. В театре стало очень уютно, то есть хочется ходить в театр. На самом деле очень хорошо. Ну и, конечно, в преддверии Нового года я не могу себе отказать в этом удовольствии и попросить вас сказать такие теплые, искренние слова для наших телезрителей от вашей прекрасной души. Ну, вы заметили, да, что я как бы влюбился в вас? Я хотела бы всех поздравить с наступающим, чтобы следующий год приносил всем только радость, счастье, улыбку и ничего плохого. Приходите к нам на спектакль, будем всех рады видеть. И надеюсь, вам будет все больше и больше нравится балет. Ну, напоминаем, что у нас в гостях, представь, Сани Ха Айрат Хз, организатор этого спектакля «Шелкунджи», который пройдет 22 декабря. С выдающейся прима-балериной Оксаны Кардаш, заслуженная артистка Российской Федерации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!